Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов и сегодня вашему вниманию я готов представить 5 андроид новинок, которые в той или иной степени достойны вашего внимания. Перед тем как начать, хочу сказать спасибо всем, кто ставит лайк под видео и тем самым поддерживает меня и канал. Первой в сегодняшнем списке идёт новая игра от Square Enix под названием Deus Ex Go. Да, и это снова головоломка, выполненная уже знакомым нам по Hitman Go и Lara Croft Go стиле. Выпуск игры скорее всего приурочен к выходу Mankind Divided, релиз которой состоится в Steam 23 августа. Игра в принципе очень сильно похожа на своих предшественников, но всё же имеет некоторые геймплейные особенности в виде уникальных для данной игры элементов для взаимодействия и новых видов противников. В игре вас будет ждать небольшой сюжет, в ходе которого вам предстоит отправиться на различные спецзадания, разбитые на главы. Всего в настоящий момент игра включает в себя 50 уровней, но разработчики обещают добавлять в игре по одному новому заданию раз в неделю. Игра конечно неплоха, но как по мне, ларка всё же рулит. Вторая игра называется Breaking the Line. Это драгрейсинг, вдохновлённый Need for Speed Underground от белорусских разработчиков. В данный момент игра хоть и вышла официально, но находится на стадии активной доработки, на которую кстати вы можете оказать влияние, оставляя отзывы к игре. Меня данный проект привлёк в первую очередь тем, что здесь вам предстоит не только переключать скорости в нужный момент, но а также избегать препятствий и подрезать соперников. Ещё одной особенностью является система ставок, размер которых вы сможете выбирать перед каждым заездом, тем самым определяя сложность этого заезда и размер вашего выигрыша. Одерживая победу в гонках, вы будете получать не только деньги, но и очки опыта, нужные для разблокировки новых элементов тюнинга. Тюнинг в игре делится на внешний и внутренний, то есть вы сможете как улучшить внешний вид авто, так и сделать его более мощным. Также крутым является то, что в игре присутствует возможность детальной настройки автомобиля. Вы можете вручную настроить практически каждый узел и агрегат своего авто. Не обошлось в игре без сюжета, который раскрывается через вставки в виде комиксов. Он будет развиваться по мере продвижения вами в мире стритрейсинга. Особый интерес также представляют гонки с боссами, где главным призом будет автомобиль проигравшего. Есть в игре недостатки, куда уж без них. Это в первую очередь малый набор трасс, которые хоть и компенсируются уникальной генерацией препятствий при каждом старте, но всё же хочется большего разнообразия. Вторым и, пожалуй, последним существенным недостатком я выделю оптимизацию. На некоторых устройствах в настоящий момент могут происходить вылеты, но тут всё будет зависеть от вас и ваших отзывов. Чем быстрее вы пожаловались на баги, тем быстрее их исправят. У разработчиков куча планов на игру. Это и новые трассы, и сетевой режим, и множество других ништяков. На мой взгляд, если проект не будет заброшен, то у него есть большие перспективы в будущем. Третья игра представляет из себя MMORPG и называется она Down Guardians. Сюжет игры достаточно стандартен. Некое вселенское зло пробудилось, и на борьбу с ним были призваны отважные герои, одним из которых будете вы. В начале игры вы можете выбрать класс героя, всего их здесь 5. Это ставшие уже классикой маг, рыцарь, стрелок, ведьма и ассасин. После старта вы сразу же отправитесь в жерло сражений. В игре вас будет ждать огромное количество сюжетных квестов и дополнительных заданий, выполняя которые вы будете прокачиваться, получать золото и лут. Не обошлось здесь и без других ставших классикой жанра моментов, такие как гильдии и питомцы. Объединяясь в гильдии, вы сможете совершать рейды и добиваться внутриигровой славы. Питомцы в игре выполняют несколько функций, это оружие и транспорт. Также вы можете проводить бои с питомцами других игроков. Плюсами игры является высокая динамика, огромное количество активных игроков, ну и в принципе большой игровой мир. К недостаткам я могу отнести, пожалуй, что присутствие автоматизированных действий, таких как автобег и автобой, которые периодически активируются сами. Если вы любите MMORPG, то ознакомиться с данным проектом нужно обязательно. Ссылку на игру, как всегда, можно найти в описании. Следующая игра это продолжение одной из самых сложных симуляторов парковки под названием Car Driver 4. В новой части вас будет ждать 420 новых и мега хардкорных уровней, пройти которые будет получаться далеко не с первого и даже не с десятого раза. Помимо этого в игре имеется 6 видов автомобилей, а также весьма достойный, как по мне, уровень графики. Любителям хардкора, а также симуляторов парковки советую не проходить мимо. Завершая сегодняшнюю подборку, юмористический point and request, бородач, понять и простить. Скажу сразу, я не видел ни одной серии данного сериала, а также не любитель подобного слишком простого юмора. Но тем не менее, из того, что выходит в Google Play в последнее время, это выглядит вполне себе чем-то годным. Игра включает в себя небольшую сцену, которую при должном желании можно пройти за 15-20 минут. 3D модели хоть реализованы корявенько, но тем не менее, они напоминают мне квесты моего детства и тем самым вызывают ностальгию. То же самое касается диалогов и системы квестов. Основным плюсом игры я назову, пожалуй, полностью русскую озвучку, ну а минусом слишком тупой и прямой юмор. Игру я прошел и в принципе не пожалел. На этом на сегодня все. Благодарю всех за просмотр. Не забывайте ставить лайк под видео и писать в комментариях, какие игры вам сегодня понравились, а какие нет. Всем пока и до скорых встреч.